Всем здравствуйте, всем привет, мои дорогие. Как всегда, рада вас всех видеть на моем канале. Расскажите мне, как у вас обстоят дела с весенним настроением. Есть ли у вас вот этот вот трепет в душе? Погода у нас, по крайней мере, она прекрасная, нас это радует. Я уже вчера заметила то, что почки распускаются, уже травка виднеется. И я вам говорила в одном из своих роликов, что нонсенс для начала апреля, на начало, которое переходило в середину, 22 градуса у нас было, и весна уже по полной программе. Я обожаю это время года. Я обожаю, когда природа оживает, когда все распускается, все расцветает, пахнет вот этой, знаете, какой-то чистотой в воздухе. Очень, кстати, меня многие просят посоветовать ароматы именно с весенним вайбом, когда все начинает тать, когда текут ручьи. Многим, кстати, актуальны вот именно парфюмы в таком направлении. Короче, напишите мне в комментариях. Может быть, вы не любите время года весну. У меня многие мои знакомые не очень любят, потому что грязь, вот эта вот слякоть, ты приносишь домой просто кучу песка. Да, это есть, но это не может испортить вот именно вот это прекрасное. Как я уже говорила, весна – это такое время года, когда все, время чего-то нового, когда в твоей душе зарождается что-то новое. У меня вот всегда именно так. Я сегодня хочу поговорить в начале ролика. Сразу говорю, кому не интересно, тайм-коды в помощь. Пролистываю на тот момент, который вас интересует. Я сегодня хочу поговорить на интересную тему, подискутировать, я бы даже сказала. У меня есть зрительница и подписчица, которая мне довольно-таки часто пишет один и тот же комментарий, что типа я ссылаюсь в своих видео на гороскопы, но это, видимо, к тому, что я часто говорю о том, что я козерог, там какую-то характеристику, ароматы, да, но тем не менее. В общем, посыл комментариев один и тот же, что как я медик, человек с медицинским образованием, медицина же – это точная наука, я могу ссылаться на какие-то гороскопы, что типа здравые люди в здравом обществе ориентируются на точной науке. Я хочу внести, ну не то чтобы ясность, я хочу порассуждать на эту тему без претензии на что-то, я не претендую на истину в последней станции, я хочу выразить вам именно свою точку зрения. Мы сейчас упустим тему гороскопов, я именно хочу заострить свое внимание на том, что медицина – это точная наука. По поводу гороскопов, когда я говорю что-то про себя, это не значит, что я в них верю на 100%. Но так или иначе, какая-то характеристика моего знака зодиака, она схожа с моим характером, это имеет место быть. Но это не значит, что я верю в гороскопы, что я живу по ним, что там понедельник, не знаю, 22 апреля у козерога будет такой день, и я слепо этому верю. Вообще нет. Скорее, я не верю в гороскопы, но еще раз повторюсь, что какие-то определенные черты, да, они прослеживаются безусловно. Так вот, по поводу того, что медицина – точная наука. Если, конечно, если открыть Google и загуглить, является ли медицина точной наукой, мы получим ответ, Google нам выдаст ответ, что да, медицина – это точная наука. Но если включить голову и подумать, то мы поймем, что это как бы совсем далеко не так. Это, на мой взгляд, скорее смесь точности и неточности. Если углубляться куда-то в дебри, в какую-то самую глубину, мы поймем, что да, в основе лежит научный метод, различные клинические испытания, различные исследования, какие-то биологические принципы и т.д. и т.п. Но, вот огромное жирное «но». Человеческий организм, он является настолько индивидуальным, и его реакции, они являются настолько непредсказуемыми, сложными, порой непонятными, что спрогнозировать что-то, да, дать какой-то точный ответ, как будет в лечении того или иного заболевания – это очень и очень сложно. Ни один врач никогда вам не скажет, что будет вот точно так. Вот точно такой исход будет у твоего лечения. Никогда он вам так не скажет. Да, он опирается скорее на свой какой-то клинический опыт, кто-то на статистические данные, но точного ответа вам никогда никто не даст. Медицина – это не математика, где 2 плюс 2 равно 4. Вот хороший пример на COVID. Почему, если медицина – точная наука, если она может содержать подконтроль, узнает ответы на все вопросы, почему тогда в COVID ушло так много людей, которые порой даже были неотягощены какими-то хроническими заболеваниями? Потому что все были в шоке, вирус новый, и никто, абсолютно никто не знал, как его лечить, и никто не знал, как он будет развиваться в организме того или иного человека. Я сама в COVID потеряла двоих очень близких и очень дорогих моему сердцу людей, которые, в принципе, были относительно здоровы. Хотя абсолютно здоровых людей сейчас в наше время, как душевно, так и физически, их нет. Но это уже другая история. Когда моя мама тоже лежала в больнице с таким хорошим поражением в легких, не самым лучшим состоянием, я каждый день утром в одно и то же время звонила лечащему врачу и спрашивала, ну как, ну что, как состояние здоровья, как анализы, и каждый день ее ответ был примерно одинаков. Она мне говорила, что мы смотрим, мы наблюдаем, мы делаем все возможное, мы капаем все возможное, динамика неплохая. Но она мне не сказала, что все, через неделю мы ее точно выпишем, там через месяц она точно восстановится. Нет слова точно, которое можно применить к какому-то заболеванию, как я уже сказала, да, и спрогнозировать, какой будет исход. Или вот вам еще один пример, когда я проходила практику в отделении ОНМК, это, кстати, была моя самая сложная моральная практика. Вот даже варит в отделении реанимации интенсивной терапии, даже там такого не было, чтобы я переживала вот эти эмоции внутри, как нежели чем ОНМК, это люди, которые после инсульта. И самое интересное, что все люди, которые там лежали, они были относительно молодые, 50 лет, 55 лет, 45 лет. И когда родственники приходили и забирали их, то есть их уже выписывали, они задавали вопрос следующему врачу, а когда восстановится, а как быстро восстановится. Никогда ни один врач не сказал, что вот после инсульта он восстановится точно через месяц. Нет. Они всегда отвечали, что мы не можем точно сказать, мы не знаем, может быть, это будет через месяц, может быть, это будет через полгода, через год, а может быть, он вообще не восстановится, да. То есть какие-то его функции, которые пострадали. Понимаете, еще раз доказательство того, что слово «точно» к медицине, ну, если мы говорим про какие-то заболевания, оно неприменимо. А вообще связывает на самом деле гороскопы точной науки, ну, типа, что в здравом обществе нужно ориентироваться, люди в здравом обществе ориентируются на точную науку, но мне кажется, что это немножко какой-то бред. И как говорил мой преподаватель по патанатомии, в царстве ему небесное, тоже ковид его забрал. Собственно говоря, он был патологоанатомом. Хотите точно знать? Вскрытие покажет. Но он вообще был с черным юморком, с сарказмом, с таким хорошим красным словцом. Вот так вот. Моя точка зрения вообще, в принципе, на этот счет. Хочу вам напомнить также, что у меня есть канал в Телеграме. Кто не знал, welcome. Подписывайтесь, добавляйтесь. Всегда все ссылки на свои соцсети оставляю и в описании под видео, и на Телеграм, дублируя в закрепленном комментарии. В сегодняшнем ролике обсудим с вами парфюмы, которые я бы себе точно не купила, по крайней мере, на данный период времени, которые мне чем-то не понравились, которые меня разочаровали, которые, на мой взгляд, звучат, ну, как-то плоско, как-то неинтересно. И, опять-таки, да, хоть видео оно и не в положительном ключе, но не все хвалить, да, ароматно хваливать. Эти парфюмы, я уверена, 100% на заметку возьмут те мои зрители, у кого расходятся со мной вкусы в парфюмерии. Все те парфюмы, про которые я буду говорить, я все равно на них ссылки оставлю в описании под видео. Все их можно будет найти в инфобоксе. И большинство из этих ароматов есть на сайте Рендеву. Если вы будете совершать заказ на сайте Рендеву, то не забывайте про мой минус 10% промокод. Здесь с Ангелиной. Начну я с аромата от бренда Бибоза, который называется Джокер. Для меня это облегченная версия кокаина от Франко Бакле. Тоже белые цветы, тоже тубероза, тоже карамельность. У них даже, по-моему, пирамида похожа. Тоже там есть лилия. Но в нем нет вот этого характера, который присущ кокаину. Нет вот этого душка в нем, за который многие любят и почитают, и уважают, там, боготворят кокаин. Нет в нем этой развратности, нет вот этой какой-то похоти, которая есть в аромате от Франко Бакле. Кому что-то не нравится в кокаине, что-то мешает. Вот именно, может быть, этот характер. Кто что в нем, на самом деле, там слышит. Попробуйте, попробуйте Джокер от Бибоза. Но лично для меня это неинтересно. Это уже было, это мы уже видели, это мы уже слышали. То есть как-то плосковато и предсказуемо. Но опять-таки, вот этот парфюм, как я уже сказала, можно взять на заметку тем, кому мешает характерность. И вот этот вот фирменный стиль кокаина от Франко Бакле. Порой очень часто парфюмы, которые в духе хитовых, популярных, типа, там, Кирки, Бакара, которые сглажены какими-то другими нотами, сглажены какими-то другими аспектами, они получаются более носибельными. И люди покупают их. Поэтому, как я говорю, все нужно пробовать и тестировать своим носом. Дальше ваш любимый Флёр де Сантал от Отар Коллекшн. Ну ладно, не будем обобщать всех, это неправильно, не ваш любимый, нет. Любимый многими Флёр де Сантал от Отар Коллекшн. Как мне его советовали, как мне его рекомендовали. Попробуйте, познакомьтесь, он вам понравится. Сандал молочный классный, пудровый. Он отличается от других парфюмов бренда Отар Коллекшн. Ну попробовала я, ну и что. Отвратительно снова для меня. Да, это теплый, пудровый, кремовый сандал с убийственным пушистым мускусом Отар Коллекшн. Я его там ощущаю. Нет в аромате рассола, нет, да, он кремовый, он сладковатый, уходовый, нежный. Но вот этот вот их мускус, который они везде запихивают, ну для меня он ужасен. Ну убери ты его оттуда, ну будет гораздо лучше. Звучание аромата будет круче. Но фирменный штрих бренда Отар Коллекшн, естественно, да, их ДНК, которое прослеживается в каждом аромате, собственно, почему меня и не приличает этот бренд. Короче, мне этот аромат не понравился. Если уж и говорить про красивый молочный пудровый сандал, то для меня такой мемо Шервуд. Вот он мне понравился, несмотря на то, что там на минуточку есть розы и специи, но это было больше на мне в холод. В тепле это нежнятина, это аромат пушистый по флаконе, но флерде сантал нет. Дальше новинка от бренда Акры, которая называется Ист. Уж настолько мне консультанта восхищенно про него рассказывала, так его расписывала, такая шикарная новинка. Я думала, что это будет бомба. По факту же, на мой взгляд, опять все вторично. Это уже было, это дымные деревяшки, такие горелые деревяшки, это кожа, коих много, и это много что напоминает. То есть, да, есть еще легкий фруктовый оттенок, но как бы индивидуальности и чего-то самобытного в этом аромате для меня нет. Для тех, кому нравится тосканская кожа от Тома Форда, кому нравится манталюдовая кожа, хотя манталюдовая кожа у меня тоже есть, я им пользуюсь по тосканку, я не очень люблю, для меня она слишком прямолинейна. Если вам нравятся вот такие кожаные парфюмы, то идите и тестите. Но что-то сверхъестественное, что-то новое, я думаю, вы там тоже не услышите. У него, кстати, очень хорошая стойкость. Я его наносила и на блотер, и на кожу. Причем с блотера он мне понравился куда гораздо больше. Но надо ему отдать должное, что на руке он продержался прям очень хорошо и очень долго. 19.68 от бренда Gritty. Для меня это Dior Sauvage, который залит во флакон бренда Gritty. Знаете, для кого этот парфюм? Вот этот вот парфюм для тех, кто меня часто просит посоветовать, сказать какую-нибудь нишу, которая похожа на старый добрый люкс. Вот идите его, тестите, если хотите что-то похожее на Dior Sauvage, и вы точно останетесь довольны. Хотя вопрос возникает, да, какой в этом смысл. Но это уже совсем другая история. Это такой классический фужерный аромат с цитрусами, лавандами, дозвонки, немного одеколонистой с ним есть, остринка розового перца. Но тоже парфюм, коих много, на мой взгляд. Он стопроцентный унисекс, даже больше, да даже не больше, а точно он стопроцентный в мужскую сторону. Но это уже избитый и неинтересный лично для меня. Но опять-таки очень многие хотят нишу, которая похожа на люкс. Прям много, на самом деле, таких запросов. И у меня тоже много таких знакомых, которые привыкли очень долгое время пользоваться одним и тем же люксовым ароматом. Или сейчас он снят, или он им немножко приелся, и они хотят что-то очень похожее, но как бы уже в нишевом сегменте. Вот 1968 это 100% вот в ту сторону. Ну и заключительный аромат на сегодня это Olympia Flora от Paco Rabanne. Я, к слову, к фланкерам Paco Rabanne, именно Olympia, нормально отношусь, кроме Olympia Intense, которая у меня была, и которую я не смогла носить. Она меня задавила просто своим напором, своей мощью, и я ее продала. Olympia Flora поначалу казалась очень радужной, такой яркой, сочной, и фруктой, даже какая-то тропичность есть. Но потом, когда она начала раскрываться, это просто здравствуй, пионы, роза. Все, что я так не люблю в ароматах, причем роза здесь вот именно в раскрытии, ближе к базе, она очень яркая. Прям роза, роза. Я такое не люблю носить, я такое не могу, вы знаете, да, мои отношения с розой, роза, связки с пионом, это все. Это тушите свет. И я считаю, что это тот аромат для тех, кто хочет такой простой, яркий, люксовый аромат, фрукты, розы, цветы на каждый день, как поливашка. Опять-таки, кто любит люкс. Но, как по мне, этот аромат, он не то чтобы ближе к компотному, нет, но он вначале-то нормальный, то есть такой ободряющий какой-то, а потом он скатывается в нечто непонятное, ну, лично для меня. И вообще, я считаю, что за ту цену, за которую сейчас продается Олимпия Флора, на данный момент премии, можно спокойно идти в нишу и обратить внимание на тот же самый Parody Ones, Pure Shine The Woods Collection. Ароматы, которые даже выгоднее, наверное, и ниже получатся по цене, нежели чем люксовый аромат Олимпия Флора. Но звучат они куда гораздо более качественные, куда гораздо более благородные, хотя они тоже простые, понятные и вообще спокойно их можно использовать на каждый день. Но это лично мое мнение. Вот так вот у меня на сегодня. Как всегда, мои дорогие, пишите в комментариях, с какими ароматами из моей подборки вы знакомы, что пробовали, что тестировали, ваше мнение, ваши впечатления, какие ароматы вы бы себе не купили, что в последнее время вас разочаровало, какие парфюмы вам не понравились. Мне будет очень интересно почитать. Не забывайте про мои соцсети, про мой Телеграм-канал. Не забывайте также, что у меня есть промокод на бренд одежды ТопТоп на сайте Ламода на скидку 15%, который применяется непосредственно в корзине и распространяется на весь каталог одежды ТопТоп. Ставьте лайк на видео, это важно. Пишите комментарии. Все это влияет на продвижение контента, на развитие канала. Любому автору канала это приятно, это приветствуется. Нажимайте кнопку колокольчик тех, кто хочет вовремя получать уведомления о выходе моих новых видео. Пишите, какие бы в дальнейшем подборки вам были интересны. На этом у меня сегодня все. Большое спасибо вам, как всегда, за внимание. Всем пока и до новых встреч.